Да, коллега, спасибо большое. Мы ждем остальных запросов. Сэжан, мы поздравляем вас. Какие у вас впечатления об этом матче? Прежде всего спасибо. И я думаю, что мы играем очень хорошим матчом. В первой половине, в первых 45 минут. В втором половине мы пытаемся держать позицию и играть. Чтобы больше играть. Мы играем очень хорошим матчом. И я счастлив. Прежде всего спасибо. Считаю, что мы провели хорошую игру. Первый тайм особенно. И во втором тайме мы уже играли больше позиционно. Нам нужно было контролировать мяч. И поэтому я счастлив. Мы сыграли хорошо. Как вам уровень российской лиги по первому матчу? Какие у вас в этом смысле впечатления? Уровень единоборств? Уровень движения мяча, скорости? Да, это очень хороший уровень. Я удивляюсь, потому что Динамо пытается играть быстрый футбол. Мы играем в первых 20 минут очень быстро. И это хороший уровень для меня. И у меня есть хорошая впечатление о первом матче. Да, впечатление очень хорошее. Уровень действительно достаточно высокий. Я даже удивлен этому. В хорошем смысле. И с Динамо сегодня команда играла очень быстро. Старалась играть скоростной футбол. Первые 20 минут особенно. Были достаточно высокие скорости. Сержант, мы сказали, что Динамо старался играть в первые 20 минут. В первые 20 минут счет был 0-4. Мы играли хорошо в первом тайме. Мы играли хорошо в первом тайме. И уже после Динамо хорошо в втором тайме. Ну да, после 0-4 вы имеете в виду, да? Да, после 4-0. Два момента про ваш гол, что скажете, и про тот подкат, совершенно сумасшедший в конце игры. Да, но это наигранная комбинация, мы тренировали, но до этого на тренировке тоже отрабатывали, поэтому в принципе это все, ну, хороший гол наигранная. Саджан, вы играли в Real Sociedad, а сейчас вы играли в Real Sociedad, а сейчас Арсен Захарян, что вы думаете о своих спецслужбах и как тяжело это будет для него? Да, это очень хорошая возможность для него, потому что Real Sociedad в последние 4-5 лет очень много, и он будет иметь свою возможность. Да, я думаю, что это отличная возможность для него, Real Sociedad растет последние 4-5 лет, он показывает рост, поэтому я думаю, что он должен играть так, как играл здесь, без не чувствовать этого давления. И все, я думаю, у него будет хорошо. И также, это очень хорошая возможность для него, потому что он будет играть в чемпионате. Да, и это отличная возможность для него, потому что он будет играть в 3-е чемпионов. Саджан, знаете ли вы, какой ваш соотечественник раньше играл в начале 2000-х годов в Спартак, и готовы ли вы стать игроком такого же уровня и такого же влияния? Да, я знаю, я знаю все о нем. Неманья Видича – один из наших. Нет, он – он, по-моему, самый лучший сербийный защитник ever. И я знаю его уровень. Я буду играть в моем игре, ты знаешь. Это будет сложно играть как он. Конечно, я знаю Неманья Видича. Не то что, в принципе, один из лучших защитников, в принципе, в Сербии. Поэтому я понимаю, какой это уровень, но я буду делать все возможное, стараться. Повторить, конечно, будет невероятно сложно. Были ли у него опасения перед переездом в Россию? Потому что некоторые иностранцы уезжают. Некоторые иностранцы уезжают. Нет, 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 нет. А почему нет, не было? Почему? Нет, потому что я также говорил с некоторыми игроками, которые играют здесь. Например, в Сеско, с Милан Гаич и Саша Звелахи. Они мне сказали все о России. Я не знал, что я не знал. Ну, я на самом деле общался с ребятами из ЦСКА, с которыми я знаком. Они сказали мне все хорошо о России. Только все хорошее России, поэтому решения не очень сложные. СПАТАК начинал эту игру с двумя центральными, да? СПАТАК начинал эту игру с двумя центральными, да? СПАТАК начинал эту игру с централными. Я вас, это было три утверждения. Для меня это не важно, потому что в последние 2-3 года в Португале и в Спании я тоже играю с двумя центральными игроками. Иногда с двумя центральными, иногда с трех. Для меня это не важно. Для меня это важно, как мы играем и победим каждый игрок. Да, но для меня на самом деле нет большой разницы. В два центральных или в три центральных. У меня был в Испании и Португалии опыт игры как и так, и так. В зависимости от матча, в зависимости от того соперника. Самое главное, что мы играем, что мы показываем свой футбол и что мы побеждаем. Это самое главное. А если разница играть на позиции правой, в правом защите Николева, в правом защите Николева, где будешь считать его матча? Для меня это не важно. Я просто хочу играть и показать, что я могу сделать. И просто небольшая разница из-за моего ноги. Я левый футбол. И для билдапа я чувствую себя более комфортно. Но это не важно, я могу играть в боку. Да, но на самом деле тоже здесь большой разницы нет. Слева или справа. Я и там и там тоже готов играть. Главное это выходить на поле и показывать все, что можно. Конечно, я левша. В этом смысле начало атаки. Мне наверное удобнее чуть-чуть слева, где я играл сегодня, но в целом это существенно не является. Спасибо. Спасибо. Один вопрос, Володь, можно? Один вопрос, да. Спасибо. Спасибо.